Сегодня разведение крупного рогатого скота в России является выгодным направлением в бизнесе. Несмотря на высокую конкуренцию, спрос есть всегда. Однако, необходимо знать все тонкости этого дела, чтобы оказаться успешным игроком на рынке. Из года в год крестьянские фермерские хозяйства и шарбовские регионы принимают самое активное участие в программах. Это поддержка начинающих фермеров и развитие семейных животоводских ферм. Наш район является лидером по сравнению с другими районами Республики Адыгея. С 2019 года обладателями грантов стали по шарбовскому району 12 человек. На данный момент выращивание караэс является довольно перспективным занятием, особенно для тех людей, которые живут в селах. Но все же, чтобы создать ферму, необходимо правильно подобрать породу животных, учитывая климатические условия, а также организовать им соответствующий уход и питание. Эти и другие немаловажные вопросы перед собой ставил Мурат Бружев. Мурат, как давно вы занимаетесь животного? Я занимаюсь 14 лет уже. У меня на дому были, держал на дому. Потом, когда услышал о программе, вот в этом году, о гранте, мне очень сильно понравилось это предложение. Ну и взял грант, приобрел ферму. И по чуть-чуть, по чуть-чуть, помимо грантовских, то, что я приобрел, приобрел еще на свои личные средства накопленные. И вот, расширяемся, хотим еще вон, еще два корпуса ставим, хотим туда тоже заполнить, как бы, хотим себя заявить, как племб совхоз в будущем. Как вы видите, он приобрел 65 голов симметрарской породы. Это очень хорошая порода. Направленность у нее мясомолочная. Она может давать и мясо, и молоко. На одну фуражную корову она может даст около 5000 литров за сезон. Общая площадь всей фермы составляет 15 гектаров. Как говорится, есть где разгуляться. Каждый, кто начинает заниматься животноводством, должен быть готов к проблемам, связанным с реализацией продукции. На данный момент 65 голов. А куда они у вас? Липецкая область. Суточная норма одной головы – 20 литров. Вы уже реализуете? Конечно. Напрямую работаю с заводом. Все проходит через лечебницы. То есть работаем на высшем уровне. Проблем с реализацией? Вообще никакой проблем. Только на расхват идем. Клиентов много. При наличии такого большого хозяйства необходимы дополнительные рабочие руки. Работников у меня 7 человек. Две доярки, одна телятница, получается, скотники и трактористы. Единицы технику сколько? Единицы. Четыре единицы технику. Своя, да? Своя. Еще одна интересная особенность этой фермы – все животные имеют свои имена. По словам руководителя, это очень сильно облегчает работу с поголовьем и при кормлении, и при дойке, и так далее. Они уже приехали с именами своими. Уже? Да, они уже приехали. А вот то, что у меня молодняк сейчас идет, вот тогда вот я их называю. Вот сегодня в 10 часов у меня родилась одна, и, естественно, я назвал ее прессой в честь вас. С формой, как у вас обстоят дела? Вы закупаете или нет? Нет, я не закупаю, я заготовил силос, заготовил жом, получается. Единственное, я покупаю в гранулах для маленьких телят, для повышения молока, и как бы соль, соду, мел. Вот это все, что мы покупаем, а все остальное было заранее приготовлено. Как уже отмечалось ранее, порода поголовья также играет немаловажную роль. Она была изначально сементальной породой, ее начали покрывать галуштином. То есть они уже стали 95% галуштином. Это говорит о том, что галуштин, он идет молочного направления, сементал мясного направления. Вот и сколько они отслужат, вот столько и будет. А потом, естественно, будем думать, продавать их или на мясо. А сейчас в среднем какой возраст будет? Самые старшие 5 лет, вот эта сторона получается, вон там вот молодые. Им по 3 и по 2 года нет или. То есть еще рожать будут. Вот так вот. Вы выливаете? Ну, пока я вот, вот эта линия, вот, она сейчас освободенная. Они на выпасе, то есть вливаде. Приучаю их, чтобы они заходили, каждый на свое место становился. Если она не будет на своем месте стоять, корова, каждый раз, когда будет заходить, она не будет этого молока даже давать. Потому что запах другой, ей это не нравится. Она должна подойти на свое место, почувить свой запах. Вот тогда она уже будет себя чувствовать на своем месте. И что еще интересно, каждый человек знает, что этот распорядок дня дисциплинирует. То же самое можно отнести и к животным. Получается, в 5 часов приходят ящики, начинают доедать у нас до полседьмого. Потом у нас идет мойка. Мойка идет в зало, в молочную комнату. И так три раза в день идет кормежка. Так же три раза в день идет. Перед дойкой не кормим за полчаса. А что вы им даете? Соотношение у нас идет сила, сжем, отруби, жмых, соль, мел, пакет. И, естественно, семя и солома. Так как это хозяйство имеет молочное направление, то, естественно, требуется и дополнительное оборудование. Это молочная комната, где моются аппараты все, доильные. Это танкер, в котором мы копим молоко, потом сдаем его. Сколько помещается? 5 тонн. 5 тонн молока помещается. Он охлаждает его, получается, и напрямую потом мы выкачиваем машину и отвозят на завод. Тут она называется молочной комнатой, где должна быть идеальная чистота, полная санитария. Это ванная, получается, для промывки всей системы молочного зала, молочной комнаты, молочных аппаратов. Промывается щелочь два раза в день, потом третий раз, вечерний дойк мы заканчиваем, промываем кислотой, промываем водой все это. И все на природные места остановится. Эти у вас доярки, да, заняты? Да, вот эти у нас доярки. Несомненно, СКУД нуждается в регулярных осмотрах и вакцинациях. Для этого также необходимо иметь ветеринарного врача со всем соответствующим набором медикаментов. И в заключении традиционный вопрос. Не жалеет ли Мурат о своем выборе и, естественно, планы на будущее? Мурат, не жалеешь о том, что начал заниматься этим ремесом? Нет, конечно. Если ты жалеешь об этом, не стоило начинать. Если есть такое мнение, такое чувство, то ты просто прогоришь в этом деле. Так что ни секунды, ни минуты, ни кем и никак вообще, и никто меня не переубедит, что это я зря начал. Так что всем советую и только вперед. Дальнейшие планы какие у вас еще? Дальнейшие только расширяться. Идти вперед. Ангары, да, новые ставим по 70 метров, 18 шириной. Вот молодое поколение будем заселять туда. В течение какого времени вы рассчитываете завершить? Ну, я думаю, в следующий год максимум через два запустим. Ну, и пожелания начинающим фермерам. Идти только вперед. Работайте, работайте. Нельзя бояться работы. Когда вот мне говорили, что с коровами это проблема, я согласен, но без проблем ты вершин не получишь. Пожелаем хозяйству Мурата Бружева успешного развития. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев, Новости Кашхакского района.